Все походки разные. Не существует двух людей, которые ходили бы одинаково. Актеры, пытаясь перевоплотиться в персонажа, копируют ихнюю походку. Они пытаются рассказать всю историю походкой. Нам нужна гибкость, чтобы походка была убедительной. В этом уроке мы рассмотрим разные способы получения гибкости, чтобы отразить характер в походке. У меня были большие проблемы с двойным подскоком. Я всегда хотел это сделать. Я много анализировал, смотрел фильмы. И сделал такой подскок в Бонтере, когда с ушами Микки Мауса. Двойной подскок — это две нижние позиции на шаг. Сейчас я запишу. Персонаж идет вниз и на моментах контакта, и на переходной позиции. А вверх — в средней позиции. Отлично работает. Или мы можем сделать контакты и переходные позиции вверху, а средние позиции внизу. Оба метода работают. Вот эта леса с логою у нас сделана на 12 кадрах. Знаете диснеевский фильм «Спасатели»? Милт Колл анимировал шикарную сцену. Он вообще делал все сцены. Но сцена Медузы. Все важные сцены он делал. И вот она идет в дистанции вот так. Это очень популярная сцена среди аниматоров. И мясо вот здесь сзади идет два раза вниз на шаг. Очень красиво. Я спрашивал его об этом. Это двойной подскок. Ну и он сказал, что он закрыл дверь, чтобы его никто не видел, и сам пробовал так ходить. Но он уже больше не использует вот такую игру на себе. Он это делал 35 лет и изучил все. Теперь я уже все знаю, ему не надо, он может прям в голове все придумать. И потом говорят молодым аниматорам не делать вот так, пробы на себе, потому что Милт Колл так не делает. Теперь мы так не делаем. И они сразу отказываются от этого способа, делая все неправильно, естественно же. Но вообще это все как всегда. Изучи правила, а потом можешь его и выбросить. Но когда ты его уже заучил, оно тебе не нужно. Ходьба с двойным подскоком, это стандартная трехпозиционная ходьба. С двумя дополнительными позициями. Но это все еще стандартная ходьба. Теперь мы начнем добавлять вариации. Движение головой, тазом, плечами, руками, коленями. Все. Давайте начнем. Начнем с обычной механической ходьбы. Все работает, но это скучно. Сначала мы повернем плечи. Потом повернем таз в противоположном направлении. Уже есть характер. Теперь давайте согнем тело в двух пиках. Добавляйте еще больше характера. Теперь давайте пойдем дальше и немножко изогнем ноги. Довольно интересно. Теперь мы начинаем поворачивать голову. Добавляйте. Добавляйте. Теперь. Как насчет этого? Мы задержим наклон головы на переходных позициях. Веселее Давайте возьмем эту неинтересную ходьбу Все в принципе работает Теперь давайте выдвинем немножко голову на переходных позициях Похоже на голубя Уже интереснее Или будем выдвигать голову на контактах Довольно интересно Теперь мы можем получить больше движений Поработав с вот этой линией пояса Например Обычно линия пояса идет вниз, когда нога идет вниз И вверх, когда нога идет вверх А плечи идут противоположно тазу Но мы можем сделать все, что хотим Вот обычно Это то же самое, как и бег Сначала мы делаем три основные позиции Два контакта И среднюю позицию Потом мы начинаем делать переходную Все, что у вас есть в голове В принципе И получается интересно Главные вещи сначала А не главное потом Давайте сделаем кое-что другое с головой Вот наша первая позиция Голова Мы будем наклонять в разные стороны его голову Голова наклоняется к нам на позиции внизу И от нас, когда он вверху На следующей переходной позиции У нас голова может идти вот так Вот ухо Вот зад головы Давайте повернем голову И потом ее повернем обратно Вот он сейчас очень доволен собой Меня всегда удивляло, почему в книгах по анимации У нас есть наброски аниматоров У них всегда есть голова Вот приблизительно такая Что-то типа того Вот глаза где-то Вот здесь Они постоянно используют Вот такие рисунки Мне казалось, что так они рисуют Но на самом деле не так Они были аниматорами И когда вы анимируете там белоснежку, например Когда она поворачивает голову Вы не хотите, чтобы какие-то части лица двигались Поэтому здесь есть вот эти линии По которыми как бы двигаться надо Поэтому аниматоры думают вот таким образом Где бы мне поставить голову? Привыкли думать, что ходьба это только ноги Мы уже ломали колено для того, чтобы сделать походку лучше Теперь давайте посмотрим, что можно сделать с руками Начнем с простого Обычные руки Работает Но скучно Теперь будем тянуть ладонь вперед и назад Теперь поломаем локоть Выглядит странно Но посмотрите, что можно сделать Теперь все выглядит расслабленно И незаметно разглома в локте Давайте сделаем перекрытие руки В конце каждого взмаха Теперь еще заставим двигаться плечи Намного более реалистично На кривые красиво смотреть И ходим мы как бы арками Вот нога При обычной ходьбе Нога двигается вот так Вот нога идет вниз, поднимается вверх Можно сделать еще восьмерку Так не будем Все вообще двигается по аркам Вот дуга Арка Если я буду ударять кого-то Никто не делает арку Потому что мы теряем импульс Я возможно буду делать арку Если хочу сделать намек на удар Но потом все равно ударяю по прямой Агрессивно Как движение в карате Там нет почти арк Они вот так ударяют Неожиданно Нет арк Балерины двигаются арками Конечно, это выглядит женственно Наблюдайте за своими движениями А вот что хорошее в компьютерной анимации Вы можете Сделать все очень детально Попробуйте это все Это как бы откроет вам глаза Если бы я этим занимался Это было бы первое, что я попробовал Когда вы говорите о разломе сустава Вы имеете ввиду, что рука Как бы идет назад Или как? Вот приблизительно так Или когда сам сустав изгибается? Идите сюда Будет вот как-то так Из-за поворота плеча, руки Или это будет Изгибание именно в локте Будет хорошо, если вы сможете Перекрутить плечо Но если так не получается То тогда лучше просто Как бы разломать руку Я не очень много с этим работал Я не представляю, как это работает Но иногда в 2D анимации Вы можете смухлевать И нарисовать вот так назад Но в компьютере из-за настроек Возможно, это все будет выглядеть нереалистично Ну, я бы попробовал сначала перекрутить А потом, если это уже не получается То поломать сустав Очевидно, что надо сделать все Как можно больше реалистичным Но если не получается То просто ломаем И ничего страшного Я считаю, что это один из плюсов Когда мы работаем с компьютером И как Бэббетт бы сказал Не бойтесь изобретать Бэббетт любил ломать суставы И он любил ломать правила Посмотрите на то, что здесь происходит Вот пиковая позиция Нога поломана И ступня идет в другую сторону На следующем пике Еще одна нога поломана А также ступня идет назад Возвращаемся к первому пику Разделим их для ясности На переходной позиции рука идет назад И арка ноги как бы идет в другую сторону И арка ноги как бы идет в другую сторону На следующей переходной позиции Все то же самое Только с другой стороны Раздвинем все для ясности Добавляем промежуточные кадры Посмотрите на одиннадцатом кадре ступня Она как бы естественная А на пятнадцатом она идет назад Теперь противоположный шаг На девятнадцатом левая рука не поломана На двадцать пятом нога повернута назад На втором и девятом нога поломана На тринадцатом нога поворачивается обратно Задница поднимается вверх И задняя арка идет в другую сторону Теперь на пике пятнадцатом Нога у нас направлена в другую сторону И она поломана Семнадцатый промежуточный На двадцать третьем нога поворачивается назад А двадцать седьмой тоже промежуточный Проанализировать действия Эбебета почти невозможно Если бы он анимировал опять Он бы сделал что-то другое Он хотел изобретать действия Он не любил аниматоров Которые делают обычные движения Он одобрял растягивание и сжимание Потому что сам этим пользовался Он делал вот это таким образом Подходил нестандартно Использовал воображение Давайте прервемся с изобретениями И попробуем добавить волны в ходьбу Это то, что показал Никен Харрис Ходьба с преувеличенным изменением веса Вот контакты Вот первая переходная позиция Вес над левой ногой На второй переходной Вес на правой ноге Каждый шаг заставляет изменять положение центра массы Вот здесь очень интересно Вот у нас линия пояса На переходной позиции пояс мы можем переместить вверх Линия пояса показывает изменение его центра массы Вот слегка преувеличенное движение Такой толстяк идет Очевидно, что сильно преувеличено Когда он опускается вниз Живот поднимается немножко вверх И наоборот Когда женщина поднимается вверх Грудь идет вниз И тоже наоборот И не важно, какого размера Часть тела идет вниз Когда все тело идет вверх И не важно, какого размера все И когда он опускается вниз Все поднимается То же самое случается С задней частью То же самое происходит С женским телом, когда она идет То же самое противоположное движение К такой шляпе Когда она опускается вниз Шляпа вверх Когда она вверх Шляпа вниз Мы сделали интересную анимацию Джессики Грудь появилась на экране На 4 кадра раньше И это было так Как бы мягко Они просто вот так вот заходили Это было не вот так Они просто на 4 кадра раньше При нормальной анимации Все было бы немножко по-другому Но все равно Вы этого не видите Но у вас такое странное чувство Если бы мы немножко задержали действие Все было бы не так агрессивно Женственность там как бы завуалирована Мы сделали не так Это слишком по-мужскому Посмотрите на это Мы посмотрели на изобретение походки На изломы суставов И на изменение веса Теперь давайте посмотрим Как Милт Кол комбинировал все это вместе Наполняя обычную походку Интересностью Это красивая походка Сейчас я ее сделаю Но сначала я покажу Как мы будем работать Все это в действии Это можно назвать Диснеевской оптимистичной походкой Милт делал Она была в походке Когда Пиноккио шел в школу Он вот так вот локти высоко поднимал Возможно у меня не так хорошо получается А еще он нес книжку в руке Вот что-то типа того Он сильно поднимался вверх-вниз Это было красиво Милт делал много походок Одна из них в Melody Time Там тоже персонаж шел садить Яблочные семена И он шел тоже такой же походкой Он весь веселый, оптимистичный Он садит деревья Что бы это ни значило Я посмотрел эти походки Проанализировал их Они почти одинаковые И работают все по одному методу И сейчас я его покажу Он вроде понятен, но сложный Типа того Мы знаем, что переходная позиция Вот здесь вверху Это как бы нормальная походка Вот седьмой Это обычная нормальная походка Переходная позиция Посмотрите, вот эта высокая точка Тело вот так вот закручивается В промежутке Нога поднимается сюда Посмотрим на виде сзади Я думаю Да, вот, все правильно Это промежуточный кадр С очень высоким коленом Давайте посмотрим, как Милт все это делал в деталях Сначала он делал контакты Как видите, очень много жизни в контактных позициях Мы делаем два шага Идя на 12 кадрах Разделим все для ясности Голова здесь посередине Тут немножко налево Здесь немножко направо Плечи противоподложны тазу Задняя рука вниз Передняя рука вверх Пояс как бы наклоняется вниз Здесь все идет наоборот Вверх И опять вниз Поворот ноги Ноги не параллельны Добавляем промежуточные позиции Седьмая и девятнадцатая На седьмой голова идет вверх И наклонена вперед На девятнадцатом голова вверх И повернута к нам На седьмом Правое плечо вверху На девятнадцатом Левое плечо вверх На седьмом Поломан локоть Как и на девятнадцатом На седьмом Левая рука тащится И правая рука тащится На девятнадцатом У тоже обе руки тащатся Большие взмахи руками такие Это уже хорошая походка Без добавления еще Больше высоких и низких кадров Давайте добавим низких позиций Четвертый кадр Внизу Шестнадцатый Внизу Задерживаем руку И тащим Вот эту ладонь Теперь добавляем верхние позиции Десятый И двадцатой кадр Сломанный локоть На десятом Сломанный локоть На двадцать втором Поворот ступни на десятом К нам И поворот ступни на двадцатом От нас Добавляем промежуточных кадров Через каждые три кадра Продолжение следует... Между двадцатым и двадцать пятым кадрами Два промежуточных умных кадра Колено очень высоко на двадцать третьем И остается высоким на двадцать четвертом И резко опускается вниз Расправляя ногу к нам Теперь все наполнено жизнью и изменением Утонченное использование основ Здесь суть не в том, чтобы выучить Анимацию Диснея А понять, как надо думать И как все это сделать Как работать с материалом И когда у нас получится походка, которая нам нравится Мы можем ее еще более улучшить Давайте сделаем толстого человека Живот будет вот здесь Когда он поднимается вверх Живот будет опускаться вниз Вот здесь живот будет очень низко То есть так можно работать с любым материалом Если бы это была женщина И у нее были груди Когда она опускается вниз, грудь идет вверх Когда она поднимается вверх, грудь опускается вниз Вот здесь может добавить дополнительное покачивание И вот здесь, внизу, грудь поднимается вверх То же самое можно делать с волосами Вот, волосы опускаются вниз Вот здесь То есть все двигается как бы волнами Суть в том, что вам надо понять, как работать То есть взять отсюда только всякие подсказки Все остальное это опыт и талант Это технология, метод Как правильно думать И это у аниматоров заняло Где-то 10 лет на то, чтобы понять И собрать все это вместе После этого оно просто у вас в голове И на это даже не обращать внимания Но было несколько гениев Которые просто вот так вот сходу это понимают Еще один вопрос Это даже совет нам Вы говорили, что в 40-х годах было плато И вот это дамбо, пиноккио Аниматоры уже это умели, но было все еще много чего исследовать И какой совет нам, аниматорам, вы могли бы дать? Это отличный вопрос Это как бы корни Мы как бы растим наше собственное дерево поверх вот этих корней Это очень интересно то, что вы сказали Инноватор, который придумал что-то, он чувствует, что что-то новое Как у вас с компьютерами О, Господи, наш следующий фильм будет лучшим И когда вы что-то изобретаете, что-то новое Вы думаете, о, Господи, как это все сделать правильно, я не могу И потом, когда это все происходит, появляются копии Это все опускается вниз Очень часто большие изобретатели Находятся как бы в высокой точке И они сходят с ума, потому что Они думают, что они сделали неправильно все Я хочу сказать, что мы как бы проходим через их дверь Кен Харрис был другом И он был как бы дверью для меня А теперь я уже эта дверь для вас Это сохраняет вам годы изучения Я потратил 20 лет на то, чтобы изучить все И я нервничал каждый раз, когда я думал, что что-то изобретаю Когда я научился работать, как вот анимация Багс Банни Я был очень обрадован, я преподнесен даже, так сказать Я чувствовал себя инноватором Я чувствовал, как будто я только один, кто понимает А я был тупым У меня не хватало опыта Я изучал все Но все равно я считал это все инновацией Я изучал все новое, и мне это было как бы инновацией Но это все было на основах Я основывался на принципах вот этих аниматоров Но я не хотел копировать их Я не хотел воровать у них идеи Я хотел знать, как они это сделали И они рассказывали мне И я просто собирал знания Больше просто никто этого не делал Мы уже разобрали походку Дальше мы перейдем глубже И разберем подкрадывание, бег и движение животных Дальше мы перейдем глубже Дальше мы перейдем глубже